Главное за день. Спектакль во время задержания. Байкал в Кремле и повышение зарплаты. Мы хотим, чтобы ТГК сменила вот эти трубы. А у вас дома тепло? Многие улан-уденцы вынуждены спать в холоде. Потому что это совсем неудобно. Сами смотрите. Рейд по проблемным местам на дорогах улан-уден. Мойки приезжают каждое лето, помогают пасти. Но это очень тяжелый труд, конечно. Пастухи-миллионеры. Как работает социальная атара. Вы смотрите новости на АТВ в студии Мариам Восконян. Здравствуйте. Дело к Люквенной Паде закрыто. Приговор об убийстве, которое произошло 21 год назад, наконец вступил в силу. Напомним, в 2002-м в местности Клюквенная Падь нашли обгорелые тела двух девушек из Селингинска. Им было 17 и 18 лет. Уголовное дело вели силовики, которые и убили девушек. Только спустя 17 лет сбежавшая от расправы третья подруга смогла дать показания, когда уже экс-полицейских взяли под стражу. В ходе судебных заседаний в марте 2022-го присяжные оправдали подсудимых. Якобы не удалось доказать вину. Позже Верховный суд Бурятии отменил этот приговор. Судебные разбирательства длились почти год. Накануне виновных в зверском убийстве все же приговорили к 17 и 18 годам лишения свободы. Добавим, что осужденные подавали апелляционную жалобу, но безуспешно. При рассмотрении уголовного дела суд апелляционной инстанции дал оценку всем доводам апелляционных жалоб осужденных и их защитников. Оснований, которые могли бы служить поводом для отмены приговора, судебной коллегии не установлено. О других важных событиях республики расскажет Алтана Мункуева в рубрике «Главное за день». Как из пьесы Островского, так не доставайся же ты никому. В Тарбогатайском районе молодой парень развернул целую драму перед сотрудниками ДПС. Парня задержали за езду в пьяном виде. Чтобы мотоцикл не забрали на штрафстоянку, хозяин его просто поджег. В этом ему помогли друзья. В результате сотрудники ДПС все же потушили железного коня. Участников спектакля ждут разбирательства в суде. В Олан-Удэ 20-летний водитель легковушки врезался в мотоцикл. В результате аварии 48-летний пассажир байка получил тяжелые травмы. В состоянии комы его госпитализировали в больницу. Выяснилось, что за рулем мотоцикла был 41-летний мужчина в пьяном состоянии, да еще и без прав. И у водителя легковушки их тоже не оказалось. Всего за сутки на дорогах в Бурятии произошли 31 аварий и 287 нарушений ПДД. 16 водителей поймали в нетрезвом виде. Оказывается, в республике снова выросли зарплаты. По данным Бурятстата, за год средний заработок в регионе вырос почти на 15% и составляет 58 800 рублей. Больше всех зарабатывают добытчики полезных ископаемых около 100 тысяч в месяц. Меньше всех работники общепита и гостиниц. Таковы официальные данные. Ну а и откроет наш сегодняшний вечер наши гости из Бурятии. Братья Юрий и Сергей Плеснины с песней «Люби меня, люби». Братья Плеснины живут в Кяхтинском районе. На шоу Малахова они не только спели, но и рассказали о тяжелом детстве и как искали друг друга 13 лет. Потому что мне сказали, что вы воспитывались в детском детском. Нам было по три годика, нас сдала бабушка. То, что у нас получилось в семье, судьба такая, что делаешь. И при этом мне сказали, что вы попали в разные детские дома. В государственном Кремлевском дворце состоится концерт к столетию Бурятии. С 14 по 15 ноября театр «Байкал» покажут яркое шоу со стилизованными танцами и песнями. Напомним, кремлевский концерт в честь Дня рождения республики переносили на 2024 год из-за спецоперации на Украине. Бурятские бойцы завоевали 35 медалей на межрегиональных соревнованиях. Они проходили в Иволгинске в дань памяти Борису Зуриктуеву, выдающегося боксера СССР. Турнир собрал более 100 юношей из четырех регионов страны и Монголии. Копилка сборной Бурятии пополнилась на 7 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых медалей. К другим темам. Заявления на увольнение подписаны. Депутаты Горсовета Улан-Удэ официально отпустили своих коллег в Народных Урал. Напомним, этой осенью в республиканский парламент избрались Геннадий Бадмаев, Саян Бальжиров, Вадим Бредний, Елена Вахрушкинова, Денис Гармаев, Долгор Нарбоева и Анатолий Сахнов. За досрочное прекращение их полномочий сегодня на сессии проголосовали все 22 присутствующие депутата. Естественно, мы считаемся городскими депутатами Народного Урала. Я уверен, что весь свой жизненный профессиональный опыт будем также применять во благо и своих округов, и, конечно же, во благо города Уоллэ, потому что это столица нашей республики, это основа основ. Также депутаты избрали новых председателей двух комитетов. Так, бюджетный комитет возглавил Дмитрий Путилин, а комитет по социальной политике – Денис Егоров. Но помимо кадровых были и более насущные вопросы. Ключевая тема – комплексное развитие территории, а именно, как изменится центр столицы Бурятии в ближайшие годы. О главных решениях депутатов подробно расскажем завтра в выпуске новостей на АТВ. Улан-Уденцы мерзнут. Отопительный сезон стартовал, но не у всех появилось тепло. Касается это как многоквартирных домов, так и частных. Чтобы вы понимали, речь идет про сотни семей. Почему так, знает Александр Зоев. Примерно такой шквал негативных комментариев обрушился в наших соцсетях. А все потому, что не все горожане получили отопление вовремя. Мы находимся на улице Джамбульская. На этой стороне отопление есть, а вот на этой его нет. Почему? Сейчас подробнее расскажу. Жители некоторых домов улиц Станиславского и Джамбульской врезаны в одно ответвление теплосети. До поры до времени в их домах было тепло, пока у соседа не начались проблемы с трубами. У меня вода бежала всю зиму. Я не мог перекрыть соседей, потому что теплотрасса идет через огород. Не имею права, если я здесь закрыл центральный колодец, значит страдают все. Обратились в ТГК месяц назад. Сказали, что приеду 24-го. До 24-го сделаю. Вот уже сегодня какое число. Мы хотим, чтобы ТГК сменила вот эти трубы, вот подача, вот обратка, чтобы они им туда завели под завалинку, а там они уже сами сделают. А здесь поставили нам краны, чтобы мы могли перекрыть, если у него какая-то там авария или еще что-то. Это частный случай. Действительно, не с каждым такое может произойти. Но почему вовремя не подключили жителей улицы Мира? У вас нет отопления? Нет отопления. Что ТГК говорят? Ну, обещали субботу-воскресенье дать, а сегодня уже вторник и нет отопления. Вот в ближайшие дни им звонили? Вчера вот соседка звонила, целый день обещали, обещали и так и не дали. А чем это аргументируют? Ну, говорят, пока не успевают. Отопления так и нету дома, холодно. У меня маленький ребенок. Справляемся на обогревателях только так. Наших адресов нет даже в списке подключения ТГК, который официально опубликован. Они мне объяснили, что это список только многоквартирных домов и соцобъектов. Частный сектор подключается после. В настоящее время по улице Мира выполняется подключение индивидуальных жилых домов к тепломагистрали номер 3. Ведется накладка гидравлического режима. Параметры теплоносителя планируется отрегулировать до конца дня, после чего будет обеспечено отопление потребителей. С частным сектором разобрались, но есть и жители многоквартирных домов. Например, микрорайон 140Б. Маленький ребенок только после болезни и страшно его ставить на ледяные полы. 24 сентября вечером мы подали заявку в нашу управляющую компанию «Сити-сервис». Заявку приняли. Вчера позвонили, опять в управляющую компанию поснили. То есть отопления нет на следующий день. Управляющая компания ответила, что заявка в работе. По дому отопление у нас подано. Теперь отрабатывается еще по индивидуальным заявкам. Соответственно, у многих просто воздух в системе отопления, именно в батареях, им нужно спускать воздух. А сами люди этого не делают, оставляют заявки. Сейчас в 140-м микрорайоне люди уже не мерзнут, батареи горячие. Напомню, отопительный сезон в этом году стартовал 14 сентября. Энергетики обещали, что подключат всех за 10 дней. Как видите, остаться без тепла может каждый. По разным на то причинам. Если вы столкнулись с несправедливостью, обязательно напишите к нам в редакцию. Александр Зуев, Артур Зверджевич, телекомпания АТВ. Заместитель министра культуры России Надежда Преподобная продолжает свою работу в республике. Улан-Удэ стал местом для проведения Координационного совета Минкульта России. Подробности далее. Центральной темой визита замминистра культуры России Надежды Преподобной стало заседание Координационного совета по культуре при профильном ведомстве. В Улан-Удэ съехались региональные министры и представители отрасли со всей страны. Открыл совет на правах принимающей стороны Алексей Циденов. Искренне скажу о том, что культура является одной из важнейших составляющих вообще развития страны, развития любого региона. Потому что без культуры не реализуется ничего. Вы формируете основу, на которой потом все остальное реализуется. Поэтому вам спасибо за работу. Хорошей работы дальнейшей, хорошие впечатления от республики Бурятия. В центре внимания ход реализации профильного нацпроекта. Замминистра отметила, что по итогам прошлого года больше всего национальных проектов реализовали из сферы культуры. В числе других тем, работа проектов придумана в России и пушкинская карта. То, что мы видим, объективно Бурятия лучше. Причем как по выдаче пушкинских карт, так и по вовлечению ребят в программу. Я думаю, что это правильная организованная работа Министерством культуры. Ну и, конечно, поддержка на уровне главы ПТО. Замминистра отметила, что и глобально в рамках нацпроекта «Культура» Бурятия идет в лидерах. Так, при поддержке президента и профильного ведомства в Улан-Удэ обновилась национальная библиотека. Построится национальный музей и театр «Байкал». Это тоже преображение города в целом. Это и культурные объекты сами по себе. Это объекты посещения для наших жителей, для туристической привлекательности. Это и сфера экономики в том числе. Ну и внешний вид нашего города, безусловно. Надежда Преподобная отметила, столетия республики отпразднуют и в Кремле. Праздничные концерты в честь векового юбилея пройдут в Государственном Кремлевском дворце 14 и 15 ноября. Дорф Себеданов, телекомпания АТВ. Впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Вот о чем мы расскажем во второй части выпуска. Потому что это совсем неудобно. Сами смотрите. Рейд по проблемным местам на дорогах у Лан-Удэ. Внуки приезжают, каждое лето помогают, пасти. Но это очень тяжелый труд, конечно. Пастухи-миллионеры. Как работает социальная Атара. Акция «Один плюс один в Абсолюте». Купи колбасу русскую и получи вторую в подарок. Абсолют. Гарант низких цен. Сочные фрукты в Абсолюте. Слива черная. Всего 77 рублей за килограмм. Абсолют. Гарант низких цен. Продолжаем выпуск. В Улан-Удэ накопились дорожные проблемы. Капремонт по улицам Хацаном Сараево и Жуковского должен был закончиться еще в конце августа. Однако подрядчик сорвал сроки. Сейчас там только частично заменили бордюр и раскололи дорожное полотно. Кто в этом виноват и решат ли проблему, расскажет Александр Гостев. Мы на улице Хацаном Сараево, недалеко от приборостроительного завода. На ремонт этой дороги и дороги по улице Жуковского выделили около 20 миллионов рублей. Срок сдачи объекта 31 августа, а с Дедлайна прошел практически месяц. Но, как мы видим, работы еще не завершены. Очень много не доделать. Потому что это совсем неудобно. Сами смотрите, переход, бордюрка. Там переход, идешь, не останавливаются. Наверное, доделаю, тогда будет здорово. В существующем состоянии проезжая часть представляет существенную угрозу безопасности дорожного движения. Сейчас фактически осталось, грубо говоря, месяц на то, что работу можно было закончить. Но сегодня на объекте нет ни одного рабочего. И эту ситуацию мы наблюдаем уже на протяжении нескольких недель. Народный фронт направит заявление в прокуратуру. Контракт на капремонт был заключен между Улан-Удэстрой заказчиком и СК «Арсенал» еще в октябре прошлого года. Его сумма 69 миллионов рублей. Подрядчик получил аванс и приступил к работам весной. Однако СК «Арсенал» за все время только частично заменил бордюр и расколол часть асфальта, сузив проезжую часть. На сегодняшний день опоздание есть. Да, не в сроке. То есть подрядчик опаздывает. Будут предъявлены, конечно, претензии и все. Но в свою очередь еще дополнительно хочу сказать, что этот же подрядчик у нас выполнял работу по улице Волгинской. В итоге, не рассчитав свои силы, я 1 ноября работаю по улице Волгинской. Другая проблема – обвалившиеся ливневки на дорогах. Во время ремонта высота асфальта растет, но сама ливневка остается на прежнем уровне. В дальнейшем из-за деформации она проваливается. Про одну из таких мы уже снимали сюжет. Сейчас ливневку на улице Сахьяновой забетонировали. Мы проехали совсем немного вперед. Это улица Терешковая, а здесь очередная недоделанная ливневка, которая портит жизни автомобилистам. У нас двухполосное движение 7 метров в одну сторону. Колодец люка находится на расстоянии 1 метра от бордюра. Ливневая канализация провалилась, соответственно, нужно ограничить движение, чтобы машины туда не залетали. Вот получается, метр сорок, метр пятьдесят от дороги уже отгрызается. Ремонтные работы ливневой канализации на улице Терешковой завершены. Завтра в течение дня граждающие знаки с проезжей части будут убраны. На улице Сахьяновой работы завершат в ближайшие дни. Александр Гостев, Александр Семенов, телекомпания АТВ. Время, когда мы ходили в детский сад, самое беззаботное и счастливое. А сопровождали, наставляли и обучали нас в эту пару они – воспитатели. Сегодня уже в 19-й раз по всей России отмечают День дошкольного работника. Бурятия не исключение. Лучших воспитателей республики нагрозили в правительстве. Как это было, смотрите в сюжете Дарьи Белевой. Вера Геннадьевна работает в детском саду уже 46 лет. За это время она воспитала несколько десятков поколений. Сегодня за свой многолетний труд ее наградили знаком отличия. Я еще маленькая была, ходила в детский садик. Но я была очень такая активная девочка, иногда баловалась, иногда в любимчиках ходила. И вот тогда, глядя на воспитателей, я и решила, что я буду тоже воспитателем и буду послушной девочкой. И вот тогда, еще с детства. Приходят уже воспитанников, дети приходят. И вот они, как цыплята маленькие, благодаря. У меня воспитанник подошел ко мне. Я говорю, Светлана Геннадьевна, я говорю, как? А сколько, говорит, тебе лет? Он говорит, 45. Моему воспитаннику уже 45. Идия Николаевна всю жизнь посвятила воспитанию детей в Прибайкальском районе. Сначала была медсестрой, потом воспитателем, а сейчас – учителем-логопедом. В ноябре этого года она будет отмечать уже 49-ю годовщину работы в детском саду. Детям нужно плечо, на которое бы они опирались. И в то же время воспитатель должен быть другом, потому что ребенок должен ему доверять. Я пишу стихи для детей сама. Я готовлю какой-либо спектакль с детьми. Мне очень нравится театральная деятельность. Я обязательно пишу сама для своих детей стихи. Так как вы к детям относитесь, так дети потом такими людьми и становятся. И я хочу пожелать вам душевных сил, потому что, безусловно, у вас и свои дети, и своя семья. Пользуясь случаем, сказать вам искренние слова благодарности. Самое главное для воспитателя – это, наверное, любовь к детям. Если бы можно, я, например, скажу кредо своей работы. Говорят, все мы родом из детства. Как прекрасна эта страна. Нет дороги в нее обратно, но живет на земле она. И плывет в той стране кораблик. Я на нем капитан и друг. Я стою у истока детства. Воспитатель меня зовут. Дарья Белева, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. Как спасти бурятские села от вымирания? Таким вопросом задался Хамбула Мадамба Юшеев и буддийская традиционная Санха России. С ответом помог Владимир Путин. И сегодня в Бурятии больше ста семей поправили свое материальное положение благодаря проекту «Социальная Атара». Как он работает, расскажет Дорф Себеданов. Когда-то в этой Атаре, полученной от буддийской Санхи России, было всего 300 голов. Спустя время появился приплод в 250 ягнят. Сотню из него вернули обратно. Плюс еще 20-30 голов отдали родовому датсану. Вся остальная Атара, а сейчас тут примерно 600 голов, остается в хозяйстве. Плюс будущее потомство. Примерно так работает проект буддийской Санхи России «Социальная Атара». Давайте познакомимся с ее хозяевами поближе. У нас сейчас бараны полугурбошерстные. Эти бараны надо пасти и пасти. Они добывают корм сами себе, можно так сказать. У нас в Жизинском районе снега много не бывает. Зарикто владеет Атарой уже больше двух лет. Он потом сын и чабан с двумя высшими образованиями. Знания в зоотехнике и ветеринарии – отличное подспорье для не самого легкого труда. Сын тоже мой старший сын взял социально Атарой, будет работать. В дальнейшем, думаю, наверное, и внуки будут работать. Внуки приезжают каждое лето, помогают пасти. Но это очень тяжелый труд, конечно. Впрочем, этот труд окупается с лихвой. Если ягненок стоит примерно 5 тысяч, то цена на годовалое животное доходит до 10 тысяч рублей. Имея социальную Атару, конечно, наше материальное состояние улучшилось во многом. Мы стали больше помогать своим детям. И в этом году наш тоже старший сын тоже взял эту миссию. Джеда – лидер по количеству социальных Атар. И это неудивительно. Чего стоит только одна баргойская баранина. Невероятно вкусное мясо поставляли к императорскому столу Романовых. Правильно приготовленная баранина просто тает во рту. Сейчас в районе 30 семей, которые участвуют в программе «Сангрия». У них есть уже определенный достаток. Уже у них есть предсказуемый доход. Но что может быть лучше, правильно? Они живут на своей земле, развиваются, строят планы, рожают, воспитывают детей. Самое главное – остаются здесь. Главная идея проекта – стать богаче и жить в достатке, а после помочь другим. Стать фермером-овцеводом может каждый. И для этого не нужно брать кредиты или искать первоначальный взнос. Главное – ответственность за будущий приплод и сохранность отары. Ничего нет сложного. Сами на подножном корму выживают. Затраты минимальные. Затраты – это стричка, и спатьба, и все, и больше ничего практически. Себестоимость хорошая выходит. Желание было работать на земле, заниматься сельским хозяйством. А это Александр. Его к делу приобщил отец. Знакомство с парнокопытными для него началось именно с социальной отары. Отсутствие определенного опыта компенсировалось неутомимым энтузиазмом. У него также примерно 600 голов. При получении социальной отары занятость у населения появляется. То есть второе – это материально-техническое положение, развитие, работа, стабильность, постоянный доход. Причем работа появляется не только у владельца отары и его семьи, но и у соседей. Особенно в период окота. В среднем у 100 овец каждый год появляется 70-80 ягнят. Дальше в дело вступает арифметическая прогрессия. По самой скромной оценке, на этом поле пасутся больше 3 миллионов рублей. Чтобы получить социальную отару, не требуется особых документов. Нужно пройти собеседование у Хамболомы и доказать, что ты справишься с этим не самым легким трудом. Сейчас в Бурятии существует больше 100 социальных отар с общим поголовьем свыше 118 тысяч голов. Их совокупная стоимость приближается к миллиарду рублей. Социальные отары уже есть в Иркутской области и Забайкалье. На данный момент наши глубоко уважаемые, можно я бы не побоюсь этого слова сказать, наши сородичи, тувинцы, калмыки, пытаются развить такой же аналогичный проект у себя в народе. В среднем у семьи держательницы отары от 600 до 800 голов. Впрочем, встречаются и по-настоящему крупные скотоводы. Некоторые участники уже успели раздать тысячу и даже две тысячи ягнят на создание новых социальных отар. Дор Себеданов, Баир Дугаров, телекомпания АТВ из Джидинского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Больше интересных новостей вы всегда найдете в социальных сетях АТВ. Обязательно подписывайтесь. С вами была Мария Амбас Конян. До встречи в эфире. Акция 1 плюс 1 в Абсолюте. Купи две упаковки печенья Курабье по цене одной. Абсолют. Гарант низких цен. Сочные фрукты в Абсолюте. Яблоки. Всего 69 рублей за килограмм. Абсолют. Гарант низких цен. Оптика СССР. Вас ослепляют блики и свет фар. Специальные очки для вождения обеспечивают комфорт и четкость изображения. Это ваше здоровье и безопасность. Сохраните здоровье глаз. Ваша оптика СССР. В Лануде Стальмоз требуется электросварщик, термист, резьбонарезчик, слесарь-электрик по ремонту оборудования, машинист мостового крана, станочник широкого профиля, наладчик оборудования, слесарь-ремонтник, мастер цеха, машинист компрессорных установок, инженер-конструктор, технолог, бухгалтер по расчету заработной платы, менеджер коммерческого отдела, юрист, телефон 505-505, добавочный 105 и 8-991-426-87-19. Стань частью нашей команды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА